12 июля 2023 года в состав черноморского флота вошел малый ракетный корабль циклон характеристики мрк проекта 22 800 каракурт длина 67 метров водоизмещение 800 тонн экипаж 39 человек мощность гэу 24000 лошадиных сил каракурты обладает лучшими мореходными характеристиками чем буяны вооружение проекта 22 800 76 миллиметровая артиллерийская установка 1 увп на 8 ячеек ракетного комплекса калибр н.к. зрак панцирь м.е. с двумя 30 миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30 миллиметровые автоматические арт установки на каракуртах могут базироваться беспилотники орлан 10 дальность противокорабельных ракет свыше 300 километров дальность систем пво 20 километров а крылатых ракет до 2600 с момента передачи первого серийного проект изменился если на первых двух кораблях для поражения воздушных целей установлены 2 а к 630 м то начиная с третьего корабля 2 а к 630 м заменил один зрак панцирь м.е. с минобороны на строительство каракуртов было заключено четыре контракта судостроительным заводом пэлла на 7 мрк зеленодольским ссз на 5 на 4 корабля с амурским ссз и на два с восточной верфью впрочем последний был расторгнут строительством кораблей проекта 22 800 занимается пять верфей пэлла в ленинградской области судостроительный завод море и залив в крыму зеленодольский ссз в татарстане и амурский судостроительный комсомольский на амуре к началу 2024 года в мф россии получил 4 малых ракетных корабля проекта 22 800 9 кораблей были спущены на воду в 2018-2023 годах и еще три корабля были заложены до 2021 года посмотрим на темпы строительства мрк среднее время от закладки до спуска на воду составило более трех лет а среднее время от спуска на воду до передачи флоту чуть более двух такие медленные темпы строительства связаны с задержкой поставок дизелей к началу 2024 года один корабль несет службу на черноморском флоте еще три несут службу на балтийском друзья теперь все ролики доступны и на рутубе не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии комментарии и